Более половины владельцев собственного бизнеса испытывают постоянный стресс. Таковы результаты опроса, проведенного международной организацией Grand Thornton International, в котором приняли участие респонденты из 36 стран. В России стресс чаще всего провоцирует экономическая ситуация в стране, рост конкуренции, бюрократизм и угроза собственной безопасности. По данным Всемирной организации здравоохранения, 45% всех заболеваний связаны именно со стрессом. Каждый второй посетитель поликлиник – это практически здоровый человек, нуждающийся лишь в улучшении эмоционального состояния, считает генеральный директор Центра защиты от стресса Хасай Алиев. Между тем, предотвратить стресс гораздо проще, чем бороться с его последствиями. Надо все-таки учить людей не столько справляться с последействиями этих стрессовых событий, сколько надо научить превентивной устойчивости к будущим ситуациям, ко всем. И вот сейчас сформировалась такая концепция. С этой концепцией мы обратились в правительство Москвы, к Людмиле Ивановне Швецовой, который курирует соцблок, о том, чтобы на базе нашего Центра защиты от стресса создать государственное бюджетное учреждение, Центр антистрессовой подготовки. Такого нет ни в России, ни в мире. Когда бы люди приходили на очень короткое время, там, допустим, 3-5 занятий по часу-полтора, могли бы взять 5 приемов, каждый из которых требует всего 1 минуту. 5 минут в день повысить свою устойчивость, приведая ко всем возможным средствам и ситуациям. Это вообще, я горжусь этим, российское достижение. В свое время мы сделали патенты на эту тему. Минздрав СССР в свое время начало еще этого метода утверждал в 87-м году. То есть, на самом деле, сейчас все готово к тому, чтобы дать населению повышение устойчивости к стрессу. А устойчивость к стрессу, оказалось, это вообще гвоздь программы. На этой основе можно создать и систему психологической безопасности России, потому что устойчивость к стрессу – это базовая основа здоровья человека, и его личная эффективность во всех сферах деятельности. Это аварийность, это потребность в лекарствах, это уверенность школьника перед экзаменами, безработного при устройстве на работу. Хорошо же, когда человек идет в ответственную ситуацию с ясной головой и уверенностью в себе. Специалисты Негосударственного образовательного учреждения Центра защиты от стресса работают на базе уникального метода, управляемой психофизиологической саморегуляцией «Ключ». Это результат многолетней работы с космонавтами, сотрудниками силовых структур, спортсменами, руководителями государственных учреждений, бизнесменами, менеджерами высшего звена. «Ключ» успешно применяется для экстренной психологической помощи пострадавшим от терактов, чрезвычайных происшествий, для антистрессовой подготовки военных психологов и подразделений специального назначения к предстоящим стрессовым ситуациям. У нас очень большой, конечно, процент людей, которые уже обучены не только в Москве, а во всем мире. У меня в семи странах только специалисты работают, которые к нам приезжали учиться. Начиная от Австралии, Канады, США и так далее. Вот сейчас у меня выходит новая книжка, и там она переводится уже на восемь языков. Конечно, в первую очередь люди, которые со страхами, с неуверенностью, кто к нам попадает. Их очень много, они боятся метро. Вот они так вот, может быть, и не делятся ни с кем, но на самом деле, поскольку в нашем центре защиты от стресса их много, они приходят каждый день, они просят помощи, они уже и лекарства перепили, все ничего не помогает. И вот эта идея, что сейчас будет государственный центр антистрессовой подготовки в системе социальной защиты, департамент социальной защиты, помогает нам правительство, и мы сейчас уже отдали все документы и готовятся постановления, я думаю, это для Москвы, конечно, будет яркое событие. И мы и для самих себя в Москве, и для России, и для мира, потому что в мире такого пока нету. Они будут к нам все приезжать учиться. Но сейчас мы будем заниматься, после его создания, первый этап этот, конечно, готовит только специалистов. Но в системе социальной защиты их несколько тысяч, там достаточно много специалистов. Они уже на местах и там дальше-дальше будут помогать, обучать. По оценке экспертов, ключ – один из самых эффективных методов самостоятельного управления внутренними ресурсами, развития своих способностей, преодоления стресса и психологических барьеров. С его помощью можно научиться быстрее и легче усваивать новые знания, работать, тренироваться, достигать желаемых целей. По простоте, доступности и эффективности в экстремальных условиях метод не имеет аналогов в мире. Ольга Астраханцева, Первый канал бизнеса.